ну чё ребята всем привет еще страница неплохо привет всем меня зовут джон доу мы продолжаем проходить alan wake 2 ну что могу сказать тут я поглядел да к сожалению большую аудиторию похоже alan wake 2 привлечь не смог даже на ютюбе что у меня смотрю какие-то такие прям провалы в просмотрах смотрю на другие каналы тоже особо ничего не собирает прохождение в принципе это было ожидаемо ну да я предполагал что именно так и случится скорее всего повторится история как с контролем ну надеюсь что игра хотя бы не разочарует да там кто-то жалуется что потом будет прям вообще духота и еще что-то короче кто-то горит наоборот что будет классно здорово и замечательно общем как-то мнение разделились но печально все-таки видишь что как-то она на старте даже такого прям ажиотажа не вызвало и это печалит меня да потому что для remedy довольно серьезный скажем так промах будет если скажем так проект провалится потому что видно что бабла вбухали в этот проект дофига и вполне вероятно что будущее remedy зависит как раз таки от алана вейка 2 в свою очередь вам напоминаю ребят будьте активны тыкайте пальчики вверх пишите комментарии не стесняйтесь потому что на самом деле приходится возиться с этим прохождением из-за плохого перевода приходится много правок вносить и как бы хочется чтобы отдача была пободрее поэтому будьте активны не ленитесь давайте продолжать итак очередная страница рисунок ведьмы на табличке сага обратилась к ведьме смазанная фраза на сердце в памяти всплыла вторая часть я принесла тебе сердце ведьма покажи мне кошмар сага протолкнула сердце в отверстие в табличке понял ну-ка 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 вот черпак ведьмы возвышался над сагой следил за ней и за ведьмой рисунком ведьмы на табличке за сердцем найтингела что холодным куском мяса болталась у нее в руке с момента прибытия в город ее представление безумии и нормальности сильно изменились но страницам она доверяла и вряд ли у нее был другой выбор сага обратилась к ведьме она прищурилась чтобы прочесть первую часть ритуального текста смазанную фразу на сердце в памяти всплыла вторая часть слова со страницы вот сердце ведьма покажи мне кошмар сага протолкнула сердце в отверстие в табличке как ключ дерево было дверью на другую сторону кстати уже хочу сказать то что здесь я забыл что хотел сказать давай сейчас похоже я серьезно забыл сказать охренеть а что-то еще есть если просто интересно да есть еще и потрошки давай наверное сейчас пройдемся и вообще осмотрим это место я думаю что не обязательно сразу идти прям ну скажем так нести сердце вообще не знаю но есть у нас нету его у нас тут же можно еще наверное это место все поизучать хоть побегаем чем полутаем а то как-то это мы прошлой серии только в прошлых сериях только шли по сюжету а давайте теперь посмотрим чем мы сможем найти то включу фонарик чтобы посветлее было тут мы были да вот там находится самый магазинчик до в котором мы были насколько я помню тут вы прям чувствуется что фреймрейт проседает из-за того что видимо дождик пошел прям тяжко-тяжко тут еще пачек вышел кстати не знаю чего он исправляет подожди к слышите но атмосфера прям конечно густая это приятно интересно когда появится он господи но это олень по крайней мере пока что и куда он рванул сюда выскочил видимо здесь но это мы читали об этом делать второй раз это не буду а вот здесь выскочил наверно да тут пока больше ничего не наблюдая пошли дальше мы несем дозор в ночи проклятие используйте усиление света фонариком хорошо понял успел тут еще можно из глубин все успел тут можно еще и уворачиваться культист чудовище как найтингейл более утоляющее позволяет восстановить здоровье хорошо вот она подожди чё там еще раз секундочку поместить и чё вылечиться а р-2 отху ты не заметил понял мне уже лучше ну да ребят по ощущениям здесь как именно как в резике это очень классно то есть они именно в первую очередь брали знаешь какую систему из резиденты вол 3 с этими уклонениями как в резиденты вол 3 прям просто один в один ну и за грезент и вол 2 ремейк резидент вол 3 ремейк это прекрасно сага в универсальном магазине сага направилась к сломанной двери пистолет наготове фонарик нацелен вперед найтингелл сказал искать здесь универсальный магазин озеро колду он совсем зарос его забросили в голову саги полезли мысли о культе дерева они все это время были здесь ждали планировали жуткое ритуальное убийство и резались в карты в магазине коротали вечера за игрой в покер сага приблизилась к двери сломанной здесь побывал какой-то зверь раздался грохот и перед сага вырос культист огромная фигура в плаще мы несем дозор в ночи безумные глаза за пластиковая маска оленя топор в поднятой руке а чё она опять показывает я же блин это ну уже это все прощелкал видимо какой-то баг еще два раза нужно нажимать вообще по идее один же раз ну-ка а все просто надо было на другую часть тачпада нажимать на чуть такое перевязка набор для перевязки ран значительно восстанавливает здоровье понял хорошо буду иметь ввиду перезарядочка патронов у нас очень мало поэтому сейчас нужно быть как-то поаккуратнее что ли опа у нас получается еще открылся да ну что даже инвентарь чем-то смахивает на инвентарь из резика дамы такое ощущение опа подойди к стойке и задайте вопрос леди фортуни а тут нужно ввести получим ружьишка прекрасно ладно хорошо сейчас займемся этим добром всем стойка у нас вот тут и где у нас леди фортуна хотелось бы узнать подожди качета вот здесь но это знак культистов что-то вот здесь наверное 705 713 717 723 не забыть обновить код вашингтонская лотерея 05 13 17 23 39 45 а везде в начале семерки семерки 705 а 713 723 и следующий 739 получается до 739 не сразу допер вода отлично просто замечательно теперь мне намного спокойнее ну то что добавить можно в ячейке быстрого доступа это я так по и я так и понял уже да давай мы сейчас бэмс ячейка быстрого доступа куда-нибудь сюда пистолет у нас в ячейка быстрого доступа сюда вот это вот и ячейка быстрого доступа давай вниз ну и батарейки наверное тоже давайте наверх все круть теперь у нас есть ружье как я раньше называл это в детстве ружбайка интересно один я такой был но мы там все толпой так называли ружбайками ну вроде здесь мы закончили мы забрали все что плохо лежит так что чё я предлагаю пойдем наверное здесь подожди-ка выхода нет с этой стороны но пошли посмотрим скажем нужно обследовать округу пойдем вернемся в то место где был наш товарищ кстати у меня вот еще чё хотел вначале то сказать я забыл у меня есть такое подозрение что сага и алекс кейси не настоящие то есть вот а это не настоящие люди это персонажи созданные аланом вейком то есть он их создал с помощью предмета силы по как он там называется я забыл как это фигня называется правильно в контроле это объяснялось и и короче мне кажется он их создал чтобы выбраться из озера ну вот что то у меня такое я опять же просто наобум сейчас предполагаю у меня есть такое подозрение пока монтировал прошлую серию вот почему-то такие мысли пришли в голову нет будет интересно насколько я оказался прав и я может быть я вообще ошибаюсь но вот у меня есть почему-то такое подозрение что это не настоящие люди что-то вот что-то мне подсказывает что вот именно так вот что-то еще здесь можно подняться вот и погоди это похоже выход отсюда я правильно понимаю станция фбк да кстати можно ее проверить ради интереса тут видишь вы по показано где перекрыто тут еще он крестик смотри что тут есть комната отдыха да я понял хорошо и там крестик видишь и вот здесь у нас контейнер ну все отмечается до черпак ведьмы знак ведьмы но пойдем сходим посмотрим через поменялось просто ради прикола и надо наверно потестировать ружье все таки вот хочется мне вот именно пострелять из него посмотреть как он как оно будет ощущаться но тут уже никого нет заметите бросили все дела открытым а случаем это ли не из этого как его не с контроля-то персонаж но которые занимался починкой но это мы уже осматривали опять же да то есть она не исчезла никуда это вдруг если вы забыли забрать сразу можно забрать теперь хорошо это замечательно что если что-то я пропустил в первый раз я могу это сейчас забрать здесь тоже вы все закончили фбк это федеральное бюро контроля насколько я помню при надо контроль перепройти что-то прям захотелось я контроль люблю опять же тоже делал свое время прохождения вообще народу не пошло я не знаю ну типа да она специфическая но жалко что на самом деле порой люди мало внимания уделяют удостаиваются внимание специфическим играм в этом плане конечно рэмэди молодцы конечно с одной стороны что они типа ну продолжают экспериментировать они одни из немногих в игровой индустрии кто продолжает делать всякую дичь вообще причем за порой за бешеные бабки ну как бы по меркам этой всякой дичи но к сожалению как я уже говорил там скажем общались с людьми еще в телеге подписывайтесь тут туда кстати там новости все дела вот общались с ребятами в телеге час секунду рада была пообщаться так вот я сразу сказал что скорее всего это и погубит рэмэди потому что сейчас люди они скажем так по большей части боятся экспериментов они предпочитают что-то более ожидаемое и понятное и доступное в этом их тоже винить нельзя потому что на самом деле это нормальная абсолютная история но жалко что на самом деле такие экспериментаторы до вечные они вот скажем так папа куклы из прутиков жутковато закрытый ящик это что знак культа дерева на нем интересно что внутри надо осмотреться чтобы попробовать открыть запутался вспомни следующие шаги помой руки достань курицу из морозилки поспи помой руки достань курицу из морозилки поспи помой руки достань курицу из холодильника поспи короче смотрим помой руки где-то у нас тут должно быть что-то да вот смотри что-то должно быть здесь по всей видимости да помой руки где-то должна быть или цифра или что-то еще не знаю подожди-ка достань курицу из холодильника а вот смотри вот такие вот треугольники по мой руки так и здесь все что тоже должно быть и поспи видишь такие треугольники о посмотри привет мистер олень ты напомнил мне об одном сне вот смотри гитара здесь вот такой же а поспать это не то мне кажется да здесь несколько вот этих вот видишь типа символов нужно выбрать правильный только я не пойму ну вот где у нас раковина я не пойму почему у нас здесь может опять перевод косячные вот часы вот видишь куча этих символов по мои руки наверное вот здесь да наверно помочь не по мою руки а искупайся в душ или чуть типа вот по мои руки да 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 все точно туда смотрел а ага такие треугольники понял говоря что озеро это кальдера то есть образовалась она на месте извержения вулкана или выжженный потоком лавы трещине но что если это не так что если отворение не природы а рук человека и не просто для красоты я думаю что вулкан тут ни при чем его создали и создали с определенной целью озеро это тайник подводной гладью скрыт секретный механизм который только и ждет и где нажмут кнопку а люди с кнопкой они в том большом доме озера готовятся не пойму к чему уж я-то знаю ух уж эти конспирологи получается вот это вот такие треугольники такие треугольники и такие треугольники сейчас подожди надеюсь там можно потому что у меня сейчас у меня память на такие вещи очень плохая во наконец таки блин записки и патроны вот так они работают значит если ты не един с деревьями руки прочь окей я понял принял будем иметь ввиду потом можно будет на доске составить умозаключение но там мы все вроде забрали тогда то отмечается что мы прошли эти пазлы не просто интересно тут вот что-то отмечено видишь ладно вроде как мы здесь все исследовали пошли теперь наверное сюда сходим посмотрим что мы сможем найти интересненького главное чтобы никто сейчас не выскочил а то вроде бы ночь уже была теперь опять что-то утро видимо меняется вы скажем тебе время суток в зависимости от твоего положения о смотри это что такое ну поэтому стрелять не надо это я могу однозначно вам сказать но что-то здесь похоже все же есть за не сейчас давай с другой стороны нет что-то еще вот тут смотрите запишу на случай если все повторится и память снова подведет меня меня снова посетило это чувство накатило в четверть второго ночи я только уговорил бутылочку ахма на крыльце трейлера я забрался в машину и поехал пытался угнаться за чувством на небе было полно звезд а вот луна не удосужилась показаться как я ожидал а чувство вело меня мимо bright falls козер колдон я пытался найти верное место верную эмоцию мысль сочетание этого всего чтобы случилось то самое трясся от мысли что оно может случиться а оно все не происходило той ночью не происходило это раздражало но и успокаивало одновременно я смотрел на небо в поисках форм объектов безрезультатно но потом я дважды моргнул и заметил стремительно таяющие очертания восьмигранника я собрался было уезжать но тут почуял что кто-то следит за мной кто-то был рядом но не рядом он точно он интересно он знает что я иду по его следу я не зря приехал в bright falls ага любишь вязаные вещи героиня я попросила их сделать специально для тебя хорошо я ж могу чё-то там улучшить погоди-ка ну-ка допустим как по маслу тут нужно больше гораздо даем пистолет может быть нет просто даже сам факт что улучшается оружие с помощью каких-то там записок это уже как бы договорить о многом ну то есть типа как бы это видно что какой-то сюр это не не что-то настоящее я уверен что в этом есть смысл именно заложены авторами я думаю что именно поэтому можно считать что она на самом деле вымышленная героиня чё-то началось за так вроде бы пока тихо я хоть правильно иду тут тупик и ну просто может что-то в тупике найду тут ничего ну нам видимо нужно вернуться туда где ведьма других вариантов у нас нет и вообще не мешало бы сохраниться как бы для начала до тут ничего вроде нет но музыка прям такая мрачнючая заиграла блин перестаньте здесь ничего короче смотрим там мы уже были давай сейчас забежим в хижину ведьмы сохранимся может там я что-то еще не нашел там же на что-то нужно было обратить внимание еще свое а тут я был да да тут я был и сразу заметьте здесь уже стала ночь да то есть короче здесь по ходу накосячили прикол в том что там время суток меняется в зависимости от твоего положения на этой карте такое было кстати вот в какой-то игре вот не помню я блин не так давно играли там такая же история была кстати а чё у нас вот там я что-то не ходил не добегал до конца или добегал а был был я здесь да только подожди-ка стоп там можно было свернуть и по другой дороге пойти точно вот сразу и не заметишь на самом деле такие заросли что дороги не видно давай сейчас на право правильно я иду глубоко уйти нельзя зато есть вон чё-то смотри боеприпаса на ружье прекрасно но дробовик не зря сходили ну прям реально это все отдает прям резиком они прям сделали резик и это прекрасно ну с точки зрения геймплея я имею ввиду не повествование а именно геймплея все тут хорошо можно отдохнуть да все здорово и замечательно давай-ка наверное мы сохранимся на отдельный слот на всякий случай здесь точно больше нет ничего на что стоило бы обратить внимание нет больше здесь нет ничего ладно тогда что мы делаем дамы и господа мы опять спускаемся туда вниз туда где нас не ждет ничего хорошего судя по всему подожди к нам нужно вот сюда же да какие-то страшные звуки я слышу и я ничего не могу сделать подожди может нужно сделать типа умозаключение какое-то для начала бы во всех делах у нас есть какие-то подвижки ладно не подожди чё там было ланчбокс найден рядом с кемпингом в колдрон вот хорошо потом дальше дела здесь про вот в этих скронах могут быть улики против культа надо еще такие поискать дело закрыто за убийствами стоит культ дерева похоже дело только что серьезно осложнилось придется завести новое досье мое первое дело о культе это так интересно действительно когда тебя особенно пытается убить все подряд подожди сейчас секундочку нужно отдалить интересно потом можно будет спокойно перемещаться между локациями чтобы вдруг я что-то пропустил чтобы я мог вернуться это было бы здорово на самом деле здесь озеро колдрон хижины ведьмы похоже на странице из хижины ведьмы описывается какой-то ритуал ну это здорово да что за ритуал ну я уже все прочитал поэтому я готов ну ишь пока выводы не сделаешь ты не сможешь продвинуться где сердце Найтингейла пропало из морга где же оно так досье чтобы попасть в складку понадобится сердце Найтингейла где оно рядом соткался культист он был потерян но восстал Найтингейл был там солнце но наоборот кто это сказал это не то что нужно для поисков сердца Найтингейла у меня недостаточно информации наверняка можно узнать что-то еще сердце где оно сердце Найтингейла где оно они резались в карты в магазине ведьма украла его сердце прочь из моего дома сердце Найтингейла в магазине в холодильнике а вот видишь поэтому нужно почаще именно на доску смотреть а вот только у меня один вопрос вот это вот сердце где-то в магазине это это пока еще видимо рановато да нет подожди назад может просто вот сюда это поместить чтобы попасть в складку мне нужно найти сердце Найтингейла прочесть перед знаком у черпака ведьмы высеченную на сердце строчку и строчку на странице а затем просунуть сердце сквозь отверстие в табличке все теперь она знает хорошо мы уже почти раскрыли это дело похоже Уатсон уходим нужно поискать сердце в магазине Кейси я направляюсь к магазину кажется я знаю как попасть в складку принято я шел по следу квадроцикла в лесу немного запутал сбился с пути? только однажды Андерсон когда женился или на той женщине уж тут то я разберусь не волнуйся не забывайте почаще сохраняться видимо это типа намек такой тоненький да? потому что игра вообще по идее не щадит с сохранениями сейчас главное чтобы никто не выскочил а то это было бы прискорбно досадно и нифига не ладно блин так руки на стол демоны мои мне вроде тихо ну вот смотрите вот то самое место да нужно было сюда просто позже приди что то здесь еще есть смотрите патрошки ура надпись на сердце стала разборчивее теперь ее можно прочитать написано изящно но смысл не ясен рябью кривое зерцало пошло волна на него навалилась вот сердце ведьма покажи мне кошмар ну сердце мы нашли это ж по идее все да? ладно ну я забрал же его да? выглядит до боли знакомо холодильник сердце я уже это видела как будто во сне теперь надо отдать сердце ведьме ничего удивительного сейчас давайте хорошо я понял значит сейчас дело опять сердце мы нашли автор страницы не врет сердце оказалось в холодильнике Кейси тут культисты одержимы как и Найтингейл для Дивоба спасибо что предупредила я все еще ищу дорогу назад скаут из тебя никудышный да я в любом городе с закрытыми глазами дорогу найду а тут этот чертов лес ладно ладно я на пути к черпаку ведьмы чтобы попасть в складку нужно провести ритуал безумие какое-то но захватывает очень захватывает да прям вообще в восторге в дичайшем блин давай спускаемся вниз ща чую будет что-то веселенькое да тихо вижу хорошо было он он еще живой хорошо так кажется это все ружьишко прекрасная вещь на самом деле но я пока поберегу его наверное потому что жалко вот так вот все это дело сразу просрать но они довольно шустрые эти демоны причем самое печальное что с них ничего не падает как в резике ну типа ни патронов ничего ни травки даже волшебной вот я иду не забывай я иду я иду я иду я иду я иду я иду в лесу я иду в лесу Охренеть. Так. Охренеть. Охренеть. Кейси. Кейси, кажется я в складке. Ты еще долго? Кейси. Кейси, как слышно? Проклятье. Так, Сага, соберись. мама логан мама мама помоги логан где ты что мать твою это было логан вирджинии тебе мерещится чё это помогите что это было погоди-ка я иду назад нет все верно отсюда не выхода это страшный сон писатель вошел в озеро изгнал темную сущность в лесах по-прежнему бродили одержимые темная обитель отступила затянула захваченных тьмой в озеро среди нужно найти найтингела затянула захваченных тьмой в озеро среди них был найтингел темная сущность джаггер забрала его ведьма украла его сердце они погрузились под воду в темную обитель блуждали в тенях что-то бормотали себе под нос как темно мне отсюда не выбраться где я кто я не могу вспомнить как холодно съемные коттеджи в bright falls кто это сказал вы меня слышите помогите мне пожалуйста хватит в чем моя вина надо бежать отсюда их очертания исказились зарябили в отголосках снов писателя стали отчетливее побледнели история продолжилась и потянула за собой еще одну писатель снова взялся за перо чё это было тихо тихо так здесь явно что-то не так блин опа вот он был чё-то сейчас будет да писатель снова взялся за перо он здесь найтингейл жуть какая блин ладно спрыгиваем в ловушке сбежать в опасности но это алан кто это но это алан вейк ничего не разобрать что-то даю прям колбасит страшно чё-то здесь о нам не просто так это дают я понял да жетон найтингейла сейчас будет битва с боссом скорее всего должен найти выключатель должен найти выключатель покажи мне щелкунчик ну визуально это конечно прикольно сделано все прям вообще найтингейл охотился на сагу он уже здесь бежим оп стоять что-то я тут немножко накосячил хорошо я понял мир пошатнулся уходи что это за хрень нужно уходить стоп не сюда видимо в другую сторону это видимо та самая тьма из первой части да так иди к сюда сволочь что происходит видимо да там видимо косяк был просто он исчез до того как началась анимация ладно что-то еще вот здесь идем дальше да ёп твою за ногу так он где-то здесь опять же нам дают прям много припасов чтобы смогли это пройти я наверно сейчас обезболивающие использую должен найти выключатель покажи мне щелкунчик все а там откуда он выскочил там ничего не было кажется ладно идем дальше где же ты сволочь да ёп твою за ногу забыл вернуться тихо стой вставай 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 быстрее все фух кто вы такая что происходит кто это слышит меня это сага андерсон вбр я вас слышу озеро колдрон да я на озере колдрон а вы где сбежать я в опасности темная сущность в опасности спасибо поняла эй вы в порядке ой нет это я виноват она выбралась на свободу в моем облике в облике скрэча сэр успокойтесь глубокий вдох она переписала историю темная сущность мы должны остановить ее прежде чем расслабьтесь не спешите как вас зовут меня зовут алан вейк я писатель я вейк как вы сюда попали вычистились пропавшим без вести последние 13 лет 13 конец главы наконец-таки алан вернулся ну сейчас что за песенка у нас будет алан вейк алан вейк Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если вода ушла, возможно, удастся найти что-то, что мы могли пропустить. Хорошо. До скорого. Офигеть. Алекс Кейси? Как? Я что, до сих пор это темный обитель? Нет, не может быть. Я выбрался. Да-да, меня зовут так же, как детективы из твоих книг. Класс. Едем дальше. До машины придется прогуляться. Офигеть. А еще пушка есть. А еще пушка есть. А еще пушка есть. А еще пушка есть. Расслабься, Уэйк. О странице. Если это вам попадутся страницы, собирайте их и держите при себе. Тогда выживем. Там очень важная информация. Мы знаем о страницах Уэйк. Они в целости и сохранности. Ладно. Ладно, сейчас, минутку. Все в порядке. Не спеши. Так, ладно, там, Рэда, давай просыпайся. Сейчас, погоди-ка, надо найти, короче, где нам сохраниться-то для начала. Или это вообще можно сделать, не? Ну, видимо, нельзя. Ну, ладно, пошли сейчас пока дальше. Дойдем до сейва хотя бы, потому что не хочется так заканчивать. Нужно осмотреться. После наводнения могли появиться новые подсказки. Вода подозрительно быстро ушла. Связано ли это как-то со складкой? Или с Найтингейлом? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это, получается, куда предлагают идти-то? Сюда мы пока, я так понимаю, не можем вернуться, да? Или можем? Подожди секунду. Нет, нельзя. Что-то я здесь должен найти. А потом мы только сможем вернуться в Брайтфоллс. Просто фигово, что после каждой главы не дают сейв сделать отдельно, как это было в резиках. Так было бы в разы удобнее. Смон, смотри, что-то есть. Ага. Бедный олень. Ну, больше я пока ничего не наблюдаю. Ну, что-то должно же быть, да? Может, страничка какая-нибудь или еще чего. Может, здесь? Вот, смотри, что-то есть, да? Культисты оставляют друг другу тайники. И все? Так просто? Удивительно даже. Опа. Отличная вещь, кстати. Еще и огнетушитель. Для культистов их жертвы не люди. Не забывайте, они похожи на нас, только внешне. Разумом они подобны животным. Наша задача переловить их и выпотрошить нахрен. Ага. Хорошо, ясно, понятно. Видимо, как раз-таки ради этого, наверное, мы все это дело и изучаем, да? Ну, точно ли все я нашел? Хотелось бы узнать. Ну, вот мы выходим сюда. Да вот тут вроде я все смотрел на берегу озера. Хотя, опять же, задача по-прежнему висит, судя по всему. Тут еще он-то какой-то вопросик есть. Точка интереса. О, тут даже точки интереса есть. Прекрасно. Ага. Знак ведьмы какой-то. Да, мы там были. Складка. Вот это вот проход в складку. Нам предлагают еще поизучать. Ладно, сейчас пошли хотя бы до сейва добежим. А там, если что, закончим изучение уже. Посмотрим, что за точка интереса, а потом вернемся уже в Bright Falls. Возвращаться, видимо, перемещаться между локациями можно с помощью машин, по всей видимости. Погоня за писателем превратилась в парадокс Зенона. В списке ненавистных ему графоманов появилась новая фамилия Хемингуэй Буковский Уэйк. Я доберусь за тебя, найду тебя, заставлю заплатить. Ты крупно вляпался. Он спустился в тоннели из темного города в океан тьмы. Следующая остановка – станция Кальдера-стрит. Что-то загрохотало, но не поезд. По платформе заметались тени. Культ писателя поджидал его. Культ слова. Рядом с ним соткался культист. Я несу его слова в своем сердце. Пока он не разрешит, мы тебя в озеро не пропустим. Его поймают, убьют. Он попался. Он не попался. Он переродился во гневе. Он был потерян, но восстал. Пришел, чтобы отыскать выключатель. Вернулся из озера, которое не было озером. Вот, игра сохранена, кстати. Слушайте, давайте, наверное, пока что на этом мы с вами и закончим. Потом уже продолжим в следующей серии. Пока это прям очень круто, ребят. Серьезно. Это вот именно Resident Evil. Только страшный. Прям по-настоящему стрёмный моментами. Прям вообще капец. Да, босс-файт был кривоват. Но это, блин, действительно так. Пока что, но это, типа, ну не фонтан. Но всё остальное круто. И в целом тут стрелять по этим демонам-то довольно весело. Приятно. Реально ощущается, как Resident. Плюс эти уклонения в третьем резике они сделали. Сюжет пока очень-очень даже интересно. Вы знаете, прям я прям заинтригован. Чё ж там будет дальше? Прям хочется поскорее-то узнать. Надеюсь, что вы будете активны. Ребята из серии будут выходить чаще. Давайте тыкайте пальчики вверх. Пишите комментарий. В общем, подписывайтесь на канал, на Telegram. Подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там трансляции. На второй канал, там записи, трансляции выкладываются. Если вы пропустили. Кроме того, не забывайте поддерживать канал рублём. Это помогает ему развиваться. Не позволяет закрыться. Ссылки все в описании. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok